На организованном общественном приеме в Джазакской области поднималась тема подготовки к осенне-зимнему сезону. В центре внимания ответственных лиц находились и социально-экономические проблемы. Проводимые по поручению руководителя страны общественные приемы, которыми охвачены самые отдаленные местности страны, способствуют системному решению волнующих граждан проблем. На организованном народной приемной президента в селении Пешагор Заминского района Джазакской области в очередном открытом диалоге поступали обращения, связанные в частности с обеспечением электроэнергией, газом, питьевой водой, приведением в порядок дорог, здравоохранением, социальной защитой населения. Адухаюм Искандаров, Рахман Каттабоев и Худой Кулумаров из Кишлака Бахматчой попросили ответственных лиц оказать содействие в устранении недостатков, которые и наблюдаются в подаче электроэнергии. На основе всестороннего изучения в селе установили новый, более мощный трансформатор. В результате рассмотрения ряда обращений в отдаленные села Замина доставили баллоны с жиженым газом, в том числе и в Кишлак-Голуба. Решен вопрос выделения кредитов в проживающем в сходе граждан Махали Гульшан, Дльшотхону Зоирову, Потурбою Нуралиеву, Айбеку Назирову. Ряд соотечественников получили на основе субсидий печи и швейной машинки, что обеспечит их самозанятость. В рамках мероприятия на основе мониторинга обозначенных задач касательно исполнения предыдущих обращений ускорены работы по различным направлениям. Весной этого года селевые потоки смыли четыре моста в селении Пешагор и примыкающих к нему других кишлаках. После соответствующего обращения местного населения, согласно поручению главы государства, был разработан и принят отдельный документ, в соответствии с которым выделены необходимые средства для устранения последствий селий, восстановления инфраструктуры. На сегодняшний день заново отстроены четыре моста на автомобильной дороге Джизак-Замин. Проведены созидательные работы, которые коснулись и очистки русла водных потоков, укрепления берегов. Такие открытые диалоги становятся катализатором многих практических действий и инициатив. Они же в основе перемен, которыми охвачены те или иные территории, приобретающие современные очертания. Согласно постановлению президента о дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махалей в 2022-2023 годах, от 25 октября этого года по республике в более чем 5 280. В том числе 159 махалях Джизакской области будут решены системные вопросы, связанные с дорогами, питьевой водой, электроэнергией, газом, социальными объектами. Принято постановление президента, направленное на дальнейшее развитие сельской инфраструктуры. Документ включает в себя масштабную работу по ремонту дорог, строительству и обновлению электрических газовых сетей, а также линий питьевой воды, строительству школ, дошкольных образовательных организаций, точек бытового обслуживания населения и других социальных объектов, на что выделяются очень большие средства, в результате чего преображаются долгие годы остававшиеся в тени отдаленные селения, решаются другие насущные проблемы людей. Словом, создаются все необходимые условия для сельчан, что наиболее ярко отражает на практике идеи во имя чести и достоинства человека в новом Узбекистане. Всего на общественном приеме в селении Пешахор рассмотрено 237 вопросов 202 обратившихся граждан. 64 решены на месте, четырем сельчанам дали правовые разъяснения. 169 вопросов посредством определения конкретных сроков и ответственных лиц взяты под контроль.